Моя лекция будет на тему «Бактерии на шоке» про друзей и плодоток. Я хочу сказать, что очень много сейчас по телевидению наследуются очень много рекламы, потому что «Бактерии» это самое страшное, что может даже произойти. Сейчас появилось очень много антибактериальных средств. Буквально практически каждый контент, который туда достанешь, не может зайти, выделить руки какой-нибудь спиртосодержащей цапеточкой или набрызгать гель спиртосодержащего нарубки и все это внешнее. Очень много людей и, скажем, вся индустрия гигиены практически борется за время, борется с тем, чтобы мы были как можно более стремлены. Это явилось, безусловно, 100 лет назад, когда 160% популяции всей нашей планеты умирала от «Бактериальной инвазии» и «Бактериальных инфекций». И тогда гигиена, то есть недопущение «Бактериальной инвазии» и наше дело было очень важно. Но после открытия первого антибиотика, кто знает, какой был первый открытый антибиотик? Ницелина. После открытия антибиотика ситуация изменилась грамматически и очень кардинально. И фактически открытие антибиотика сравнивалось с открытием ядерной энергии, с открытием колеса. Это одно из таких атомополагающих изменений в медицине и вообще в нашем теле. Так вот, после открытия антибиотика, прошедшего 120 лет, открыт очень-очень многое изболившего. И это не прекращающаяся война между бактериями, которые очень хотят жить, антибиотиками, которые не так или иначе много. И буквально в предыдущие 20 лет оказалось, что бактерии – это не только наши люди, они еще очень много для наших друзей. Все мы знаем экзобактерии, то есть бактерии, которые живут вне человеческого тела, которые все это нам лечет. Например, какие примеры? Бактерии дуэн и фрагменты. Йогурт. Да, это молочно-кислые бактерии, это бактерии дрожжения, это грибки, которые помогают нам делать дрожжи, а домашние – это очень много бактерий. И в основном мы домашние бактерии для приготовления продукта шипа, продукта еды. А последнее время – это такой тренд. За последние 60 лет начали обдомашнивать бактерии для того, чтобы они делали для наших бактерий. Для того, чтобы они перерабатывали не, например, если не прозеваются на поверхностях, для того, чтобы не перерабатывали желание. Есть бактерии, которые любви и не могут доживать золото. То есть бактерии на самом деле наши друзья намного больше, чем наши друзья. И, исходя из этой такой достаточно мобильной нагрузки для этого, у нас будет такой прорисовый план. Почему бактерии это интересно? Я расскажу немножко больше о наших совсем друзьях, не совсем друзьях, которые они вообще-то были бы наши друзья, если бы мы их так не сильно, если бы мы с ними не ссорились. И право о том, что мы всегда вот эти люди, кто бы приучили, когда опять-таки про нас наши отношения. Раз мы сегодня в музее космонавтики, я скачала своим долгом сравнить бактериальное разнообразие с звездным небом. И вот по нижней картинке вынести фиш. Хлорус-картная фотография человеческой соли, которая визуализирована была при помощи... То есть эти бактерии были прикреплены в подложке, а потом просто сфотографированы на микроскопе, и вы видите фотографию звездного неба, которая была сделана телескопом Хаббла. Они очень похожи. И по количеству бактерий на этом снеге и количеству звезд на этом снеге они практически равны. Так вот, основное население нашей планеты – это бактерии. По количеству, по биомассе, по генетическому разнообразию. То есть не нужно ошибаться о том, что мы здесь вот этот деминирующий вид. Нет, деминирующий – это нет. Мы идем только на 10% с генетической точки зрения и с точки зрения для вас. То есть фактически наше сотрудничество с бактериями началось очень-очень долго. То есть началось с сотрудничество уникопитающих, сотрудничество животных с бактериями. Началось еще тот момент, когда люди вышли насосы. И в каждой нашей клетке есть подъема какой-то одной бактерии – метахондрии. Это подъемки бактерий, которые когда-то очень-очень давно, еще в эпичном регионе, одна большая бактерия съела какую-то маленькую бактерию. Маленькая бактерия умела вырабатывать энергию. А потом я подумала, что «Хм, это хорошо, я это работаю». И с тех пор в каждой нашей клетке есть метахондрия, которая как бы не принадлежит человеку. Это как бы маленький микроорганизм внутри нашего тела, который помогает нам барабанной земля. Состал человеческого микробиома – микробиома – это популяция всех наших микроорганизмов – объединяется с обреями, с обреями адаптируясь к пищевым пеночкам, адаптируясь к способу жизни принимаемые медикаменты. Бактерии очень сильно реагируют, то есть в принципе, как и люди. Мы очень часто приходим туда, где есть еда, потому что если это еда вкусная, мы туда приходим чаще. Точно так же и наши бактерии. Они приходят туда, где есть еда, если это еда вкусная для них, они ее будут есть и вырабатывать какие-то полезные для нас ручки. Поэтому чем более разнообразно мы питаемся, чем более разнообразно микробиома будет в нашем душевстве. И есть еще в экологии такой вот глобальный закон о том, что святое место пустое не бывает. Поэтому если мы убираем с поверхности наших труб какие-то бактерии, это значит, что остается пустое место, и это пустое место должно быть кем-то заселено. Если мы убиваем те бактерии, которые являются нашими родными, мы с ними сотрудничаем, мы их распитываем, мы их убиваем, появляются какие-то эрбисимные чужики, которым они не садят клубы, они не красят лавочки под подъездом на нашей коже. Они просто живут там и пытаются как можно больше воспользоваться нашей кожей. И поэтому могут возникать какие-то бактериальные базы, бактериальные инфекции на коже. Именно из-за того, что мы убили тех наших любимых бактерий, которые нас защищают. Мне почему-то казалось очень интересным, то, что ребенок рождается стерильно. Внутри условные воды у матери стерильно. И вот пока ребенок рождается, когда он подходит через столовой путь у женщины, через водальщик, он просто из-за того, что рождается и уходит по этим путям, цепляет на себя лавкобактерии, ветеринские лавкобактерии. И это самый первый защитный бактер между ребенком, между человеческим телом и окружающим средством. Первая пауна-минут, которую ребенок проводит, которая ребенок, который родился естественным путем проводит в окружающей среде, он защищен бактериями своей матери. Жительный цикл одной бактерии в среднем плюс-минус 20 минут. Поэтому через 20 минут бактерии начинают организоваться и начинают перехонечко заселять кишечник, начинают перехонечко заселять кожу ребенка. В момент, когда ребенок первый раз пьет молоко, он получает бактерии, первое молоко, которое ребенок поглощает, заселяет в его желудочный кишечник. У женщины всегда считалось, что женское молоко стерильно, но нет. Там есть слабая бактерия, там есть бифидобактерии, а на ареоле сосков и у мужчин, и у женщин. Есть специфический род бифидобактерий. Поэтому, в принципе, вы можете понюхать свои соски или соски ваших друзей, и вы будете чувствовать запах. Это потому, что там есть бактерии, и живут его снашки. И вот в процессе жизни, отрождения, ребенок получает какие-то бактерии от матери, он трогает что-то в пальме, он берет землю в рот, он живет и развивается. И вот в момент развития иммунная система это наш внутренний полицейский. Иммунная система учится жить вместе с этими бактериями. Кого-то иммунная система убивает навсегда. Она учится, как это делать. Кого-то иммунная система, с кем-то иммунная система договаривает. То есть эти бактерии остаются, допустим, на подлодочном кишечном тракте или еще где-то, но иммунная система помечает, что эти ребята, они полезные или, может быть, даже не педные. И иммунная система может поддерживать уровень линтезобактерий, но по факту определенную куру. Если держать ребенка в стерильных условиях, иммунная система не будет знать, что все здесь делать. И тогда, если вдруг, 8 или 10 лет, ребенок решит попробовать съесть земли, начнется очень страшная реакция. Иммунная система просто не будет знать, что с этим делать. Поэтому давайте вашим детям есть землю, оборудовать кровью, и они будут их выгодить. Если вы знаете, конечно, что там будет. Итак, очень полезная ошибка для детей. Микробиота может влиять на функции тела отдельной косы. В 2006-2002 году было исследование, Мыши. Мышкам пересадили, это очень интересная штука, пересадили холодные басы из людей, которые были в дожрении, и людей не были в дожрении. Оказалось, что мышь, которую пересадили в мегаплору из более полного человека, начинает набирать вес. Мышь, у которой была нормальная мегаплору, вес не набирает. До сих пор непонятно, какая конкретно бактерия за это отвечала. Наиболее вероятно, что сейчас обсуждаются в вековых ингредициях. Это то, что вопрос в соотношении видов. Вопрос в том, насколько здорово ты питаешься, в том, насколько как свои бактерии, которые работают на грудь или нефтерна, умеют справляться с теми или иными веществами. Поэтому оказывается, что не только то, как мы едим, влияет на размеры ваших бактерий, но и в общем-то, то, как может быть на ваших бактериях. Есть огромный проект, который называется «Мэрикон Дак Прочек». «Мэрикон Дак Прочек» это люди, которые получили огромное финансирование, они ходили в исследование, собирая примерную михаклору с ключи людей. И вот это, естественно, американская михаклора, американский пример. И оказалось, что вот в современной картинке люди равного возраста представители разных национальных групп. Там у нас есть вьетнамцы, генсиоэльцы и генетика Мэрикоса. Убийцы, разные люди, они абсолютно по разной качествам, абсолютно разная инфраструктура. Безусловно, на это влияет то, что люди едят абсолютно разную еду, поэтому разные бактерии, поэтому у них в желудке есть очень много разных бактерий, которые так или иначе специфичны для каждой национальности. Я, кстати, не нашла к аптейту, но мне кажется, это очень интересное исследование о том, как едят американцы и представители, ну, скажем, китайцы и японцы. Количество видов кишечной микрофории японцев в 10 раз превышает количество видов микрофории среднего американца. А те американцы, которые страдают ожирением и питаются в самом сходе, разница у них на два порядка, то есть в 100 раз. То есть люди, которые едят быстрые жиры и легко разлагаемые, приводили подушить на них. Просто перезагружение на свои микрофории. Следующий момент. Этот слайд о бактериях, которые делают, работают у нас. Я не собираюсь читать все. Я просто хочу показать, насколько много функций есть у наших маленьких кишечников, не только кишечных кишечных кишечников. Самое важное, конечно, для нас это дефидолат и энтеробактерии, это кишечная палочка. Кишечная палочка мой любимый пример, потому что если кишечной палочки много, если кишечной палочки мало, у нас случается дисбактериоз и начинаются поносы. Это кто из-за чего... то, когда нет кишечной палочки, вот в общем, это крайне основное. Если кишечной палочки много, тогда все мы знаем инфекцию... статилококковая инфекция это дежурочек. Это много, это такая интересная. Бактерии участвуют в поддержке теплого, баланса организма, потому что очень много, очень много инфекционов перерабатывает телевоза, которая попадает в кишечную, выделяет тепло и мы можем поддерживать температуру в уровне 36,6. Очень часто вновлении дископпериотиков когда температура падает. Это говорит о том, что нам нужно прикинуть кубпериотикам, вполне вероятно, что жар и, ну, скажем, ощущение возможно проходить в следующем году. Есть афтерии, которые играют против нас. Все мы прекрасно знаем молочницу, которая имеет заболевание, палочный кохо и зуберкулез, бич, женщин, которые не доедали в конце 19-го, начале 20-го лета, зуберкулизм, то есть болезнь щедрянного руха. И особо мне хотелось остановиться на золотистом стафилокописах. Сейчас это самый страшный библибангинс, антибиотико-резистентный золотистый стафилокопис. Это тот рак, который мы вырастили сами. Золотистый стафилокоп, у него очень короткая по незадлежительной жизни, и это очень высокоадаптивный штаб. Поэтому каждый раз, когда мы начинаем принимать какие-то новые антибиотики, золотистый стафилокопис, начинает адаптироваться, он начинает с пистолетом. Сейчас есть такие монстры в больницах, которых не берет ни один известный антибиотик. И очень есть зарегистрировано достаточно много случаев, когда люди, которые приходили с тем, чтобы им взяли анализ крови, чтобы им наложили несколько шло в какую-то большую пустящую медраму, в итоге умирали от инфекции инфекции инсистентного стафилокопис. Это то, что просто мы разговариваем. Именно из-за того, что мы безумно принимаем антибиотики, мы приучаем золотистый стафилокопис в больнице, мы приучаем собственный в бороться с антибиотикой, и поэтому получаем таких монстров. Следующий случай. На слайде есть история одного единоцида. Это то, что происходит с каждым из нас. Очень часто это происходит символ. Когда мы решаем, когда мы заболеваем, мы решаем, что давайте-ка я буду антибиотиком, и мы с вами случится. На графиках есть разные антибиотики. Это мастимуцин, в общем, мастимуцин это один из самых часто встречаемых антибиотиков, потому что чаще всего он благодарен. И вы видите, что на втором столбике это то, что есть в нашем кишечнике дезинтибиотик. Третий столбик это то, что делает ростом и цель. То есть он убивает 75% микрофлоры, и 75% микрофлоры начинает заполнять кишечную палочку. Кишечная палочка, когда ее слишком много, вызывает полосы делать это. Но с этого места просто не бывает, поэтому когда кишечная палочка полностью заполняет объемы нашего желудка, наша остальная микрофлора с трудом восстанавливает свои позиции. И тогда получается, что мы недополучаем витаминово-хаттин веще. Мы недополучаем какие-то доли градусов для восстановления теплового баланса. Нашему телу очень плотно, просто потому, что оно предупрекла операцию на какие-то коктейли уже есть пухи, а мы просто взяли и уничтожили. Есть прекрасный маленькая картинка слева показывает то, что есть хорошие коктейли, которые показаны смайлинами. Хорошие коктейли заполняют все без простых кишечника и не дают плохим коктейлям результат кишечника. Следующий парк, и это последний из моих сайтов сегодня, есть небольшой эскизер о том, что мы с вами подготовиться, освоение коктейли. мы говорим о том, что если вы когда-нибудь почувствуете себя миленом, то просто вспомните, что мы движем ухмиленный бактерий. Есть замечательная шутка биолога, что то, что я сижу на диване, ничего не значит, мы клеточном уровне мы очень заняты. И вот точно так, что мы сидим на диване, ничего не значит, мы клеточном уровне мы очень заняты. Наша маленькая работа цена. И поэтому с целью работы о своем кухоле я прошу не пить эти геотики без правильной необходимости или без рецептов врача. Очень часто наша иммунная система сама знает, как справиться с материальными базами, с очень многими обычными заболеваниями. Поэтому если вы чувствуете, есть шутка о том, что если лечить обычную простуду, ты будешь болеть тем, а если не лечить, ты проголеешь людей. Поэтому если вы чувствуете, если температура ниже 38-39, если вы чувствуете в себе силой, лучше есть хорошую еду, лучше хорошо спать, лучше пить теплый чай и дать своей умной системе и своей макаркории самостоятельно расстрелиться с этой бактериальной ми. Имеешь это использование бактериальных гентов в быту? То есть вот тот томестерс, который убивает 99% известных микробов, оставляет одну сотую долю процента неизвестных микробов и мы не знаем в степени что там это относительно или того. Поэтому давайте мы лучше будем сосуществовать с теми кого мы знаем и кого мы если что знаем то купить если нужно будет очень сильно чем будем просто устраивать глобальный генотокеноцид и ждать что появятся какие-то боссы макомерные генотокеноциды с генотокеноцидом. Лечить использование этих материальных средств для луны. Ну серьезно, вы же прожили открытие генотокеноциды не нужно убивать всех друзей которые живут у нас на руках. Они живут с вами с самого начала вашей жизни. Они будут вас защищать. Понятное дело нужно мыть трубки, нужно мыть руки. То есть если пальцы черные все-таки лучше но не нужно вытирать руки с тыфом каждые 3 минуты. Это плохо даже в лабораторах использовать. Я уже не вернусь в том как это плохо в обычной окружающей саду. Не избегать крементированной еды. То есть не избегать продуктов рожжения не избегать йогуртов доселять как можно больше наших хороших и дужественных бактерий к нам в кишечник и там они уже как-нибудь сами разберутся. Может быть кто-то новый поселится может быть никто новый не поселится но тем не менее мы их там будем вечеринку вечеринки как всегда. Перечислите прямо сейчас перечислите крементированную еду потому что я точно знаю знания людей которые не знают что это такое. Спасибо вам за вопрос это йогурты это квас это так или иначе сейчас можно добавлять дрожжи дрожжи это тоже интересная замечательная вещь. Ну вот вообще по большому счету в нашей кухне в основном это йогурты к этому никак не относится киво и киво к этому тоже относится киво употреблять или не употреблять или как бы меру то есть киво это очень хороший полезный продукт там содержится очень много витамина В2 и В12 но конечно бывают моменты если больше киво чем киво то можно делать любое вещество это я если выпить раз в 12 литров воды то можно измерить а дропонсикацию не нужно выпить из-за киво киво может быть у вас все киво вопрос а если кушать сухо просто из дневника это терементированная или не терементированная это просто высушенная еда но там тоже безусловно содержатся какие-то бактерии но не живая вода то есть это просто живая культура это кефир и живая культура это кефир йогурт трепан сейчас это очень можно просто почитать в составе лавка бактерий энтеро бактерий бифидо бактерий и разнообразие клецелок есть как можно больше клетчатки клетчатка почему она полезна потому что она очень долго разлагается если ну допустим конфеты разлагаются уже сразу в желудке то есть они попадают в нашу замечательную соляную кислоту разлагаются и в общем у нас куча энергии куча аллергии потому что глюкоза попадает в кровь то клетчатка не разлагается так быстро она подходит через весь кишечник у нас кишечника если я не ошибаюсь 4 метра и вот на протяжении всего кишечника есть какие-то бактерии которые тоже хотят кушать и вот клетчатка которая забирает из желудка в том числе какие-то питательные вещества и сама она содержит эти питательные вещества она будет проходить через весь желудок и бактерии то есть поколение бактерий будут на ней просто сменяться разнообразие рационов в том числе клетчаткой фруктами хлебом спагетти с цельнозорных языков из твердых сортов пушеницы вы просто стимулируете вашу память в их друзей потому что на этом все спасибо за аплодисменты спасибо за субтитры спасибо за субтитры